Да, ребят, приветствую всех! Мы по-прежнему говорим о турнире UFC Fight Night, который состоится уже в эту субботу, 13 июня, и давайте разберем такой поединок, как Мираб Двалишвили против Реа Борга, попробуем определиться, чья же борьба окажется эффективнее, кто же будет доминировать в стойке, и справедливо ли букмекеры вынесли коэффициенты. Обо всем об этом в сегодняшнем выпуске. Погнали! На данный момент Мираба можно назвать таким сбалансированным бойцом. Видно, как он подтягивает ударную технику, и, честно признаюсь, выглядит она сейчас намного лучше, нежели в его предыдущих поединках. Также хочется подчеркнуть, что он является базовым борцом, причем тейкдауны, которые он проводит, они бывают очень, во многих случаях, естественно, бывают очень эффективные. Что касается контроля и удержания, то да, есть кое-какие проблемы, но ему, по большому счету, это не мешает. Дебютировал в UFC приблизительно три года назад, за это время он провел пять поединков, два поражения, три победы. Сейчас идет на стрики, естественно, из трех побед, и в своем крайнем поединке он одолел 15 номера рейтинга. Это Кейси Кенни, просто в одну калитку там он победил тот бой, и, кстати, было заметно, что в ударке он значительно прибавил. Порядка 12 тейкдаунов он провел против Кейси Кенни, показав тем самым, что его борьба намного выше по уровню, нежели его соперника. Что касается его кардио, то оно также находится на высоте и отработает три раунда по пять минут. Для него не составит никакого труда. Что же касается Рэй Борга, то все прекрасно знают, кто это такой. Это базовый борец, также который работает над тем, что подтягивает ударную технику, потому что надо быть все-таки более таким сбалансированным бойцом. Входил он в свое время в топ-15, там он побеждал многих серьезных оппонентов. Ну, как серьезных, я бы сказал, что где-то 50 на 50 кому-то проигрывал, у кого-то он выигрывал. В основном, конечно, выигрывал он у очень хороших ударников, потому что именно те ребята, у них были определенные проблемы с борьбой. И Борг в основном побеждал тех, кто, скажем так, либо вообще не борется, либо имеет какие-то слабые навыки в этом аспекте. Что же касается крайнего поединка, то Борг провел его против Рикки Симона, да, он уступил единогласным решениям судей. И, как я и говорил, как только встречается боец, который может навязать свою борьбу, может предложить ее Рэй Боргу, да, то у него начинают появляться серьезные проблемы. Что же касается моего прогноза на этот поединок, я считаю, что в этом бою очень хороший шанс есть у Мираба Двилишвили. Я считаю, что Юсиму дают хороший шанс, ведь здесь, если он сможет одержать победу в этом поединке, да, то, во-первых, Рэй Борг это такое, скажем так, может быть не самое громкое, но очень значимая будет победа над ним. Это такое серьезное имя в мире смешанных единоборств, да, и именно этот боец может дать хороший трамплин для Мираба, чтобы уже заскочить в топ-15 и, возможно, включиться в титульную гонку. Я считаю, что здесь в этом поединке, скорее всего, Мираб будет миксовать ударку с борьбой, как он и делал это с тем же самым Кейси Кенни, да, в принципе, по большому счету у него все получалось, он проводил очень хорошие эффективные тейкдауны, в стойке местами перебивал своего соперника. Я считаю, что тренировки с такими спортсменами, как Мэтт Сера, да, который сейчас уже не, скажем так, не выступает, да, но это бывший чемпион UFC, черный пояс по БЖЖ, также в его лагере есть такой боец, как Алджем Эйдстерлинг, который помогает ему в развитии абсолютно всех спортивных, да, составляющих. И по большому счету я считаю, что у Мираба очень хорошие шансы, я думаю, что именно он должен одержать победу в этом поединке. И да, друзья, интересно послушать ваше мнение, что вы думаете по поводу этого боя, пишите все свои мысли в комментариях, не забывайте подписываться, ставить лайки, обязательно ждите следующие разборы. Всем пока и до скорого!